У сборщиков ягод горячая пора. Вставать нужно очень рано и трудиться, буквально не покладая рук. Сейчас в лесах уже поспела земляника, черника, малина. Но некоторые тюменцы идут еще дальше. Их бизнес-планы устремлены на бескрайние просторы Ямальской тундры. Сколько можно заработать на дикоросах, узнала Елена Сторожук. А сколько это там? 250. Одни? Дикоросы. 200. Чтобы предложить покупателю свежий урожай, она каждый день встает еще до рассвета. Вместе с семьей отправляется на поиски ягод. Чтобы их продать, Наталья Нежевич приезжает в Тюмень из села Будка Свердловской области. В этом бизнесе уже больше 20 лет. Земляника дней 10 кончится. Сейчас пойдет черника. Потом мы до самой зимы. Кликва, брусника. Мы ждем сезона этого, потому что это наше подскорье. Мы еще скота держим, птицы много у нас, поросят. Жить в деревне тяжело. Земляника, черника, садовая клубника, а сейчас и малина. Этот год не самый урожайный на ягоды, но уже с конца июня у прилавков традиционный ажиотаж. В день, по словам продавцов, можно заработать до 10 тысяч рублей. Покупаю раз в неделю внукам. Какие ягодки предпочитаете? Предпочитаю землянику, клубнику. Вот сейчас черника пошла. Тоже с удовольствием будут есть. Привет, Евгения. Здравствуйте. Ну как там у нас морожка? Как она поспевает? Что там слышно от местных? Морожка, цветочки завязываются. Знающие люди говорят, что в этом году она будет. У Аркадия Карабинина на это лето далеко идущие планы. Совсем скоро тюменский предприниматель отправится в Ямальскую тундру на сбор морожки. Благодаря арктической малине и витаминами запасется, и денег заработает. А еще поможет получить доход всем желающим, кто не боится дальних приключений и комаров. В защите от последних обещает помочь. И вот таким вот способом наше открытое лицо для комаров превращается в закрытое лицо для комаров. В отличие от клюквы и брусники, морожку можно собирать только руками. В этом вся сложность. Но для тех, кто работы не боится, это не проблема. Сейчас Аркадий ищет добровольцев-ягодников. Сборщикам обещает платить по 200 рублей за килограмм. Если сюда привезти морожку в таком же виде, чтобы она так же выглядела, как земляника, она будет стоить, наверное, тысячи две, мне кажется, полторы. Потому что морожка, чтобы она выглядела так же, как земляника, свежо, это очень мало времени должно пройти. И она должна быть собрана в небольшую очень тару, настолько от нежной ягоды. У Аркадия есть несколько оптовых покупателей, готовых взять сырье на переработку. Ну а в Тюмени ягодный ассортимент скоро пополнят грибы. Елен Старожук, Алексей Красных, Тюменское время.